Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня гостем АЛЛАТРА ТВ является уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Татьяна. Здравствуйте. И Жанна. Здравствуйте. Игорь Михайлович, откровенно говоря, когда мы сегодня готовили эту тему, то мы до сих пор даже не уверены в том, выйдет ли эта передача в эфир, потому что тема, которую мы бы сегодня хотели затронуть, вами никогда ранее публично не раскрывалась. А ядерной физики? Если честно, то я бы даже сказала, что эта тема гораздо мощнее и сильнее вообще любой ядерной физики, потому что эта тема уже действительно долго волнует людей, умы людей. Очень много надуманностей, очень много недопониманий насчёт этой темы. И, естественно, система очень пользуется этим. Она просто порождает в умах людей и страхи, и различные сомнения, и смуту. Ну, а как известно, Знание — это единственное лекарство от любых сомнений, от любых суеверий. Поэтому сегодня мы бы очень хотели поговорить с вами на тему секса и Духовного пути. Ну, это не секрет. Я понял, что вы что-то готовите. Но давайте договоримся так, без шуток. И если мы затронем что-то запредельное, то я оставляю за собой право оставить что-то за кадр. Хорошо. Потому что тема, действительно, она многих волнует, но тема непростая. Она и проста, и непроста одновременно. Потому что за тем, что люди привыкли называть сексом, есть и хорошие моменты, но и моменты отрицательные. И это касается не только взаимоотношений, а мужчин, женщин или ещё чего-то. Это касается и вещей, которые выходят далеко за пределы трёхмерности. Игорь Михайлович. Я, зная ваш альтруизм, я понимаю, что вы готовились к этой передаче. Действительно. Поэтому лучше проконтролируем. Игорь Михайлович, ну, наверное, первый самый такой вопрос уже в связи с тем, что мы озвучили название темы, это почему всё-таки столько времени вы уходили от публичного раскрытия данной темы? И почему эта тема столь табуирована вами? Ну и за вас, в первую очередь. Я не имею в виду вас конкретно, а я имею в виду женщин в целом. Потому что в женщине кроется очень много загадок, на которые сегодняшняя наука далеко не ответила. И как говорили в древности, в женщине есть ключи не только от рая, но и от ада. Это действительно так. Это очень острая тема. И сегодня нам надо будет, насколько я понимаю, раскрыть эту тему, но раскрыть так, чтобы мы не создали определённых прецедентов, и раскрыть так, чтобы нас, наши друзья, поняли, что мы хотим сказать. Но в то же время, чтобы не завести их в тупики. В первую очередь, в тупики сознания. Почему? Потому что сознание подхватывает это и начинает использовать как инструмент. Ведь они же сказали. А смешание и непонимание некоторых вещей может завести людей в болото, с которых они не выйдут. Это тоже серьёзно. Игорь Михайлович, Вы сказали про женщину, про то, что в ней таятся ключи от рая и ада. И вот мы тоже с Жанной готовились как раз-таки и изучили, безусловно, и труды сексологов, современных сексологов, что они вообще говорят о женщине. И интересно, что действительно все учёные говорят о том, что женщины — это очень загадочные существа по своей природе, и начиная и от медико-биологических особенностей женщины и заканчивая психоэмоциональными какими-то факторами восприятия. Но что интересно, что описывая природу женских оргазмов, женских пиковых состояний, они говорят, что они гораздо разнообразнее, гораздо индивидуальнее, гораздо сложнее протекают, чем у мужчин, и у науки вообще нет понимания по поводу того, как это всё происходит. И для чего столь сложно? Но знаете, что заинтересовало даже? То, каким образом описывают женщины свои пиковые состояния. Я бы хотела это зачитать. Пожалуйста. «Мне вдруг становилось очень жарко. В голове такое чувство, будто всё отодвинулось вдаль. На мгновение всё становилось нереальным, каким-то счастливым. Сильное возбуждение сопровождалось полным отключением мыслей. Неописуемые чувства свободы и счастья, как будто тебя поднимают в верхнюю точку, а потом головокружительный спуск, чувство свободы и полёта». Ну, насколько я понимаю, это среднестатистическое описание вот этих пиковых состояний с женщинами. Но многие не понимают, что за ними стоит, даже за этими состояниями, и почему это заложено в них. Игорь Михайлович, а почему женщина столь сложно устроена по своей природе? Ну, потому что они женщины. Ведь женщина, она является ничем иным, как источником той силы, которая зарождает жизнь. Это надо понимать. Ведь вопрос не только… Да, конечно, сейчас мы можем эко, к примеру, в пробирочке сложить человека. Но ведь человек будет полноценный. Будет сосуд, он будет заполнен, будет и душа, и будет всё, и человек будет расти и жить. Но, по-любому, в женщине есть толчковый момент тех сил, которые порождаются. Мы их называем силами Аллат. Так же, как называли эти силы в глубокой древности. Ну, сейчас по-разному к этому относятся и по-разному называют в разных странах. Но, тем не менее, то, что заложено в женщине, оно уходит далеко за пределы банальной трёхмерности. Да. Вот учёные тоже утверждают, что женщина, она более чувствительна, что у неё состояние, которое она получает во время взаимоотношений, да, с партнёром, они чаще всего в большей степени не зависят от действий партнёра. То есть они больше зависят от психофизиологических и психических состояний, да. Это так говорят. Нет, они больше зависят от свободы. И здесь вопрос, да, играет и психология роль, и психика, играют и гормоны роль, играют. Но то, что в действительности заложено в женщине, в отличие от мужчин, это большая свобода Личности, это энергии первородные, то есть, ну, Аллатик. И этот Аллат, который превалирует в женщине, он, ну, в сорок раз больше, чем в мужчине. И об этом надо знать. И женщина в действительности, как говорили в древности, на сорок шагов ближе к краю, чем мужчина. Это ж знали испокон веков. Силы из сорока мужчин или одной женщины? Как вы думаете? Простой вопрос. И вам, вот, и зрителям задам. Почему женщина гонима? Она гонима в религиях, хотя везде прописано, что женщина, то есть уважительно. Прописано. Трактуется так. Но по факту, что мы видим? Назовите хоть одну женщину, которая возглавляет какие-то религии сейчас. Религии, ну, я уже не говорю за основные, хотя бы ещё какие-то. Назовите женщин, которые действительно обладают определёнными свободами. Я понимаю, что демократия в Европе возглавляет страны и тому подобное. Это единица. А я имею в виду женщин, которые действительно бы обладали той свободой, которой обладают мужчины. В этом вопрос. И почему во многих религиях, даже в религиях, возвышая в прописанном, принижают действительность? Ведь женщина, особенно того, что касается духовных аспектов, она гонима в последние шесть тысяч лет. Как раз из-за тех сил, которые в ней. И вот, чтобы было немножко понятно, мы не будем размазывать по тарелке это всё. Вопросы такие, граничащие, скажем так. Поэтому мы скажем прямо, если бы женщина возглавляла какую-то религию, она бы перестала, та религия, быть организацией. Она была бы действительно духовной опорой для каждого верующего. И эти бы религии, они бы, которых возглавляли бы женщины, они бы ввели людей прямым путём. А как же организация? И вот в этом смысл. Потому что организация, она всегда должна превалировать над интересами индивидуумов. То есть даже несмотря на то, что это их участники, их верующие, отговаривать. Ну просто действительно то, что вы говорите, как раз-таки про вот этот рубеж шесть тысяч лет назад. Я немножко поправлюсь. Я имел в виду, не просто женщина возглавляла, а духовно свободная. Женщина, которая бы заботилась не об организации, а духовной составляющей, сама была бы свободна. Вот тогда было бы так. Но с учётом того, что, как мы говорили перед этим, женщина гораздо ближе к миру духовному, чем мужчина по своей природе, то, естественно, это сказывалось. Да, да. Вот тоже такой момент. Вы сейчас уточнили, что ведь ключи не только от рая, но и от ада. Ну и от ада. Конечно. То есть сегодня женщина в потребительском обществе, она же тоже имеет кучу минусов, да, которые... Она забыла, что она женщина. Да, забыла, что она женщина. А ведь смотрите, что происходит. Женщину заставили забыть, что она мать. Женщину заставили забыть о её природе и кем она стала. Просто удивительно, как тоже раньше описывается именно вот даже матриархальный уклад общества, как говорилось о том, насколько женщина была сакцентирована на том, чтобы строить единую духовную семью. И потом уже... А вот я немножко отвлеку. А вы знаете, что в действительности ведь по-ровному прошло. Шесть тысяч было матриархата, и шесть тысяч лет уже патриархата. Такой переломный момент. Ну и очень видно, кстати, вот даже по археологическим каким-то раскопкам, очень чётко наблюдается даже вот этот момент, каким образом раньше был культ женщины, культ именно матери, культ любви. И постепенно внедряется... Ну далеко не будем ходить. Мы находимся на Украине, и мы находимся буквально в нескольких километрах от Триполя, так называемого. И там были древние поселения, датируемые, ну вот восемь тысяч лет назад и тому подобное. То есть как раз времена, когда был и правил в мире матриархат. Что мы там видим? Мы везде видим знаки АллатРа, духовной свободы, да? Мы видим опять-таки тех же женщин, те же изображения и всё остальное, где действительно вознасиловались. И это же не только в Триполи, это по всему миру такие поселения были. И они были, конечно, и после, скажем так, шестого тысячелетия, четвёртого тысячелетия до нашей эры, ближе сюда к нам они были и в третьем, но всё меньше, меньше и меньше. И чем ближе к нам, тем меньше и меньше. И что мы видим в последнее время? Насколько действительно искусственно знак АллатРа убирается с различных религий, в том числе и исламин. Ведь до недавних времён он превалировал, и что видим сейчас? Интересно, что даже в науке информация про последние шесть тысяч лет есть, а уже если брать информацию о том периоде, о котором говорите вы, первые шесть тысяч лет, до вот этого переломного момента, Мы разговариваем со взрослыми людьми, и если мы решили говорить о сексе, то мы можем рассказывать и о том, надеемся на то, что нас смотрят взрослые люди, которые прекрасно понимают, что история, она пишется людьми и пишется в угоду тех, кто это заказывает. Поэтому, естественно, у нас всё искажено. Если до сегодняшнего дня мы можем зайти в любую школу, в любой стране, и нам расскажут, что буквально совсем недавно были неандертальцы, ну потом пока… В общем, теорию Дарвина, чтобы далеко не углубляться, что люди произошли от обезьяны, и что вот мы вот эволюционируем постепенно. Это, извините, первая цивилизация, которая развивается. Но этих цивилизаций-то было много в действительности. Мы можем уйти просто от этой темы, которую вы озвучили, потому что сохранилось слишком много доказательств того, что действительно были цивилизации, которые намного превосходили нынешнюю, были подобные. И не один раз. Игорь Михайлович, хотелось бы перейти к теме вопросов людей, к тому, что их больше всего волнует, касаемо этой темы. Ну вот первый вопрос. Хорошо или плохо заниматься сексом? Вот такой простой вопрос, который мы встретили. Ну я отвечу так. Если мы отбрасываем все «за» и «против», потому что вопросов здесь возникает много, хорошо или плохо заниматься физкультурой? Простой вопрос. Секс, он, как и всё, двойственное в этом мире. И о нём можно говорить тоже, как о двойственной структуре. С одной стороны, это банальная физкультура, как бы естественная потребность людей. Ну если бы его не было, то, по крайней мере, мы бы здесь не сидели, да? И нас бы никто не видел. Потому что это процесс, в первую очередь, зарождение жизни. Хорошо или плохо? Я скажу так. И если соблюдаются вопросы гигиены, и нет насилия, и есть согласие и желание обоюдно, то, чё здесь плохого? Насилие имеется в виду в психологическом плане или как-то… И психологическое, и физическое, и тому подобное. Ведь это тоже часто используется. Вопросы доминации, да, вот… Конечно. Почему? Потому что он побуждает в людях звериную суть. И по большому счёту, на сегодняшний день большинство людей в вопросе секса практически ничем не отличаются от зверей. То есть ими управляют те же самые инстинкты. Ну это как нам пытаются рассказать, во всяком случае, с позиции науки. Но это не так. Люди далеко не звери. Часть есть звериная, конечно. И сознание диктует своё, и пытается людей загнать, и смешать, скажем так, с животными, загоняя в определённые рамки. Но люди не… они не звери. Часть определённая, даже когда себя люди ведут, я имею в виду мужчины, женщины редко, в основном мужчины, как тот же зверь. Но что диктует в нём это? Доминирование, обладание, да? Ведь ещё один из синонимов секса – это обладание друг другом, да? Вот так, если можно сказать. А что значит обладать кем-то? Иметь над ним власть. И вот желание и стремление что-то доказать или обрести какую-то власть, оно подталкивает и к этим моментам, ну к интимным именем я в виду. А если секс по согласию, в любви, в дружбе, да ещё и в браке, да ради Бога какие проблемы? Игорь Михайлович, вот кажется, вот с медикой такой… Игорь Михайлович, вот кажется, вот с медикой такой… это значит обмен им микроорганизмами. Поэтому за это тоже не забывайте. Но гораздо важнее – это гигиена духовная. Вот это крайне важно. Потому что люди смешивают и не понимают, что это такое. А сознание часто подталкивает. Ведь когда, вот как ты сказала, женщина достигает высших состояний, она практически отрывается от тела. И в данном моменте она, ну как бы излучает те силы, которые в ней зарождаются. И эти силы, они крайне сладостны мужчине, даже если мужчина не знает, что они существуют в природе. А давайте попробуем, рассмотрим такой момент. И многие зрители вспомнят, услышат, а многие и знают эти моменты. К чему стремится мужчина, даже если он доминирует, даже если он эгоист и не заботится, как говорится, о женском удовлетворении. Но с другой стороны, те, кто вот совсем эгоистичны, у них работает животный инстинкт, их, ну, удовлетворяет власть. Власть над тем, власть над женщиной. Здесь тоже непростой аспект. И здесь тоже стоит задуматься. Это власть над силой. Власть над тем Божественным, что в ней сокрыто. Кто ему вкладывает в голову вот такие стремления и желания? Над этим тоже стоит задуматься. А основная масса мужчин, пытаясь удовлетворить себя, на самом деле стремятся к чему? К удовлетворению женщины. Для чего мужчины строят огромные корпорации? Ну берём успешных мужчин, которым всё мало, мало и мало. Ради денег, ради власти? Да, конечно, скажут многие. А для чего власть? Для того, чтобы иметь власть над женщинами. А для чего им власть над женщинами? Для того, чтобы то незримое, что они получают, ну скажем так, чаще и больше получать от женщин. Их внимание. Внимание самих женщин. А почему бы не генерировать самому, как по мужской природе? Не может по природе генерировать силы Аллат. У него, ну вот на Востоке называют прана, энергия жизни и тому подобное. Да, оно заложено от рождения. Вот анти-Аллат вырабатываться может, но это в основном при мужеложде. Особенности группы, ну это уже магические такие вещи. Но Аллат мужчине нет. Мужчина потребляет. То есть источником Аллата в этот мир является исключительно… Женщина. Женщина. А вот тоже такое. Она является и проводником этих сил. Такой вопрос, что понятно, в чём выгода секса для мужчины, а чем интересен секс для женщины? Да. А для женщины секс интересен как раз вот этими состояниями. Но современным женщинам интереса в сексе много. Это и достаток, это и защита, и источник дохода и покоя, скажем так. А что касается невидимой стороны? Вот как раз вот эти состояния, когда они отрываются от тела, они чувствуют себя как Личность. Вот когда вот, как Татьяна нам зачитала, пример одной женщины, вот в это время они обретают настоящую свободу. Да, даже если женщина не знает ничего духовного, никогда собой не занималась, но она способна генерировать эти состояния, скажем так, она чувствует то, что она не чувствует в повседневной жизни. И это очень притягательно. И здесь уже не мужчина или кто-то не играет никакой роли. Здесь доминируют как раз вот эти состояния. Но они заманчивы так же и для её сознания, ведь её тут же пожирают. И заметьте, вот у людей и возникает эмоция, желание, ну как бы это аккуратнее так назвать. Ну, в общем, желание, секс. После него что активируется? Сознание. Появляются материальные желания, ещё что-то, кому-то хочется кушать. То есть, включается механизм Животного начала человека с активным сознанием. Потому что мысли, как правило, всегда уходят в материальную сторону. Почему? Простой вопрос. Это тоже немаловажный факт. Игорь Михайлович, а расскажите, пожалуйста, подробнее про то, что такое сексуальная энергия. Можем ли мы раскрыть этот вопрос? Ну сексуальная энергия — это предтеча сила ЛАТО. Система сама, она стимулирует, ну это влияет и на гормоны. То есть, ну, гормональные изменения мы уже наблюдаем, всплески гормонов, когда идёт пробуждение. Вначале идёт всплеск сексуального желания, а потом Ольга Низ начинает вырабатывать эти гормоны. Естественно, появляется уже и физиологическое желание того же секса. Но кто стоит за этим, за той же сексуальной энергией? Как правило, за этим стоит сознание. То есть это его инструмент пополнения своих запасов, скажем так. А что касается вот флирта? Ведь это не доведение до секса, но это образы в голове. Для понимания, я просто поясню, что нет разницы никакой, есть действие в реальности или есть действие в голове. Флирт — это как раз и стимуляция той же сексуальной энергии, которая направлена на что? На последующую выработку силы ЛАТО. Для чего? Простой вопрос. То есть, если человек находится на духовной волне, то это в принципе… Ну здесь тоже, скажем так, человек, который занимается духовным, стоит над духовным, а значит у него секса нет. Нет, это неправильно. Ничего здесь нету ни греховного, ни аморального, если опять-таки соблюдается гигиена и всё, скажем, в пределах культурного, соответствует, ну, культурно-нравственным и обычаям людей, которые живут в том или ином сообществе, их религии и всему остальному, то ничего плохого, здесь и зазорного нет. Да, часто вот как раз звучит вопрос, мешает ли секс на духовном пути? Кроме системы ничего не мешает. Секс не может мешать на духовном пути. Другое дело, что есть практики, ну, как так называемой целибата, да? Почему? Потому что секс в действительности, он является вторым по значимости после страха смерти в инструментах самой системы, которым она порабощает человека, которым она обезоружит его и избивает с пути духовного. Вот это правда. Игорь Михайлович, а можете раскрыть подробнее про целибат? Потому что очень многие полагают, что это как раз-таки то, что приближает к Богу, что это то, что помогает накопить или сохранить какие-то энергии в организме, которые помогут достичь состояния просветления. Какие энергии? Хороший вопрос. Если бы человек был батарейкой, он мог бы это сделать, да, накопить какую-то энергию, потом использовать её для чего-то. Как правило, те же сексуальные энергии, которые человек вырабатывает, ну женщина в частности, кстати, мужчина тоже питается, он их чувствует и чувствует очень сильно. Ну, это уже отдельная тема. Что такое целибат? Целибат — это как раз избавление от власти сатаны в себе, вот от одного из его инструментов. Это нужно тем, кто действительно стоит на духовном пути и кто не может справиться со своими мыслями, желаниями, навязанными как раз в отношении секса. Не потому, что секс плохой или что-то с ним не так. Нет. Просто потому, что это доминирует в нём и ограничивает его возможности. Поэтому человек принимает целибат. Ну целибат — это не значит, что он не вступает в интимные отношения. Это и само собой, он не вступает в интимные отношения. Но он ещё и не думает об этом и не поддерживает ни одной мысли в голове об этом. Вот тогда это целибат. А если человек, извините, он об этом думает и думает о том, чтоб не думать об этом, и так далее, и целый день, какой это целибат, ребят? Это игры, опять игры сознания. Тоже многие люди пишут про то, что ну вот секс — это любовь, а любовь, она же ведёт к Богу, вот так ли это… Секс — это не любовь, физкультура — это любовь. Простой вопрос. Ну люди играют в теннис — это любовь. Это, извините, это спорт, это определённые физические упражнения, которые, да, они обусловлены игру нескольких партнёров, причём часто и однополые, в современном мире это вообще, ну… Причём здесь любовь. А если секс убрать, любовь исчезла? Так тогда что это — любовь или секс? Любовь ведёт к Богу. От того, что кто-то будет с кем-то, извините, мне заниматься сексом, он что, куда-то попадёт, если не будут соблюдать гигиену, попадут к коллегам. Ну не будешь. Тоже, Игорь Михайлович, вы коснулись темы страха смерти и секса, то, что сказали, что система пользуется этими моментами. И просто действительно наблюдается, каким образом вообще в современном потребительском обществе, именно через СМИ, через… да просто через окружающее пространство, именно стимулируется вот эта тема сексуальных образов. Потому что, в принципе, ну вот я знаю конкретно из там рекламного рынка про то, что именно пользуются и активно пользуются такими темами, как навязывание сексуальных образов, потому что по насилию и страху ещё есть какие-то законодательные регламентации. Но именно в вопросах секса как бы система активно и активно продвигает эти образы. И с одной стороны получается, что активно работает, ну как бы воображение, активно стимулируется эта тема внутри человека, а с другой стороны навязаны, да, обществом какие-то ограничения. То есть вот это такое разрывающее внутри человека… Нормы морали. Нормы морали, да, то есть разрывающее внутри… Ну это естественно, но давайте глянем, да. Вот есть обычная, скажем, общепринятая, ну такая мода, скажем, на цвет волос и ещё что-то. Ну и здесь вот выделяются определённые люди, которые, как бы они себя ни называли, но они резко выделяются. Для чего? Что в действительности за этим стоит? Желание… Альфа-самцы. Альфа-самцы… Альфа-самцы, альфа-самцы. То есть выделиться из толпы, чтобы быть заметнее для других. Что за этим стоит? Желание секса. Но желание секса идёт от человека как такового или навязывается оно ему? И вот здесь вопрос, да, почему животные, они занимаются сексом, ну для продолжения рода, скажем так. Хотя, да, есть некоторые животные, которые так же, как и люди, для них это вот заманчиво. То есть вот эти базисные установки, да, секс, страх смерти — это те вещи, которые… Которыми система манипулирует человек. Система. Не пользуется или же вообще не пользуется, это его выбор, его дело. Но он избавляется от зависимости, которую навязывает ему система. Не от стремления секса или желания секса, а от манипуляции этой темой, в первую очередь. Ну вот простой пример. Если человеку ни сегодня, ни завтра, к примеру, ничего не предстоит, да, ну, жизнь такая. Зачем об этом думать? Ведь нет ничего ценней, чем внимание и время. Когда человек уделяет внимание, вот как Жанна говорила, образом, а ведь абсолютно одинаково система поедает, что в образе, что в действительности, в этом процессе. Человек теряет? Теряет. Теряет много. Он теряет те силы и то время, которое он мог бы потратить на духовное развитие. Он утрачивает контакт с Миром Духовным. Какой смысл, когда он в это время является никем иным, как мёртвым существом? Ну разве не так? А тема секса, она поглощает и перекрывает полностью духовное стремление человека. А та ложь и обман, который создаёт система, навязывая, когда я вот с этим человеком, я вот с ним занимаюсь сексом или с ней занимаюсь сексом, мы вот друг друга чувствуем, нам хорошо, после этого, ну извините, это гормональные всплески, и опять-таки система поддерживает эту иллюзию. Хорошо, да, когда они обоюдно тратят эти силы на то, чтобы кормить систему. Ну и что здесь хорошего? Хорошо, если эти силы тратятся там на продолжение рода или ещё что-то, или просто вот на удовлетворение друг друга. Но когда сюда вмешиваются ещё и какие-то духовные аспекты, ну это вообще заблуждение. Вот как раз очень частая тема. Вопрос, что мы идём вместе по духовному пути и практикуем лотос во время секса. Что такое лотос? Лотос — это духовная практика, причём это глубокая духовная практика, которой человек должен отдаваться полностью, не сознанию, а Личности. Это контакт с Миром Духовным. Если мы берём с позиции религии, к примеру, христианство, это всё равно, что ты стоишь перед алтарём, перед ликом Бога. И чем ты занимаешься в это время? Ты вместе с партнёром в это время идёшь к Богу, да? Выполняя лотос, занимаясь сексом. Перед алтарём этим занимаются? Простой вопрос, никому в голову не придёт. А здесь можно, Бог не видит, да? Вот простой вопрос. Ну так же ж не только практикуют древнюю практику, тут и медитативную, как говорили. Молитвы, мантры читают, да. Но часто люди используют и различные магические приёмы во время секса, молитвы, мантры и многое другое во время секса. Это уму непостижимо, если честно. Другое дело для того, чтобы сразу после… Особенно женщинам, ну мужчинам тоже не помешает, после пиковых состояний, вот когда она взлетела, приземлившись, вот здесь надо останавливать мысль о земном, о бытовом и о мёртвом, забыть о том, что не мытая посуда или ещё что-то, или куда-то надо бежать. Вот здесь, да, можно после этого уже выполнить какую-то молитвенную практику, медитативную, в зависимости от ваших религиозных убеждений. Вот здесь польза будет. Почему? Потому что есть внутренняя сила, которая перенаправляется на духовное. Тогда это польза. Ну это не значит, что нужно заниматься сексом ради того, чтобы у тебя получилась лучшая молитва, чтоб ты, тебя Бог услышал. Нет. Не смешивайте желание системы кушать и свои духовные устремления. И особенно не надо никому об этом рассказывать, как вы используете и каких результатов вы добились. Ведь часто об этом тоже люди говорят, что вот мы поступили так-то во время секса, и мы прямо вот прочувствовали увеличение. То есть система подкинет, она создаст вам иллюзию с красивыми картинками в голове, но картинки ваши будут трёхмерные, а Мир Духовный — это не трёхмерность. Почему опасно? А все, кто рассказывает, рассказывает о физиологических ощущениях, которые происходят, да, вот в физическом теле, то есть опять-таки о трёхмерных картинках, какие видения им подбрасывают, кто подбрасывает сознание. А кто рассказывает? Люди далёкие от Истины, те, кто не понимает, что такое вообще на самом деле человек, кем является он как Личность. Он даже не может себя отделить и идентифицировать сознание он или Личность, где он и кто он. И вот в таком случае, конечно, система им как слепым котёнком, она манипулирует и навязывает свои желания, которые человек воспринимает уже как будто это желание самого человека. Можно ли сказать, что система навязывает ложные чувства? Да это всегда. Угу. Это всегда, да. Игорь Михайлович, а вот каким образом, ну вот сейчас такой возникает вопрос у людей, каким образом заниматься, скажем, сексом так, чтобы это было полезно в духовном плане, чтобы не навредить духовно? Угу. Только что рассказал. Для того, чтобы не навредить в духовном плане, должны соблюдаться правила. Вопросы гигиены, потому что, когда тело больное, оно будет вас отвлекать. И духовная гигиена, то есть ну не смешивайте и не растрачивайте. Есть ещё вопрос по поводу воздержания, то есть накопления сил. Вот существует такое мнение, что мужчины долго воздерживаться не могут, а вот женщины могут воздерживаться годами. Я скажу проще, восемь тысяч лет назад, а человек абсолютно не изменился, люди занимались сексом для того, чтобы размножиться. А вот шесть тысяч лет назад как раз и начался культ секса, который активно начал навязываться на сознание людей. Почему? Ну появился государственный устрой, начала развиваться цивилизация. Начали тут же развивать что? Страх смерти и культ секса. Угу. Ну разве не так? Ну разве не так? Конечно. И потом начали появляться такие вот установки, что от организму вредно воздержание и тому подобное. А чем вредно? Простой вопрос. Что плохого произойдёт? Ведь организм сбрасывает лишнее и перерабатывает то, что надо ему перерабатывать. В чём дальше? В психологическом плане? Так, извините, а психологический план, ну… Это что? Это диктатура дьявола в голове, который заставляет что-то делать. Ну для того путь духовный, чтоб победить его в себе, чтоб переступить через него и идти дальше. Разве не так? Ну я не вижу здесь вреда ни для мужчин, ни для женщин. Это что? Это дело лично каждого. Кто-то делает по утрам зарядку, кто-то не делает. Есть люди, которые не чистят зубы, а есть люди, у которых просто чистить нечего. И что здесь плохого? Ну смешно оно… Да. Просто часто это зависит от мнения окружающих. То есть это… Абсолютно. И вот здесь ты права. Ведь вокруг того же секса создаётся некий ореол просто разговорами людей. А люди — это кто? Это те… Ну извините, друзья, но мы часто поступаем, как обезьянки, копируя друг друга и повторяя что-то за кем-то. Глупое и зачастую далеко неправильное. И вот я вам приведу простой пример за деток. Многие, кто сталкивался с детками или у кого есть, они это сами знают и подтверждают. Попросить ребёнка выучить стих короткий, хороший — это проблема. Но один раз, услышав песню некультурную, он запоминает слово в слово. А хорошую — нет. Почему? И почему привлекает человека и записывается в его сознание именно та информация, которая, ну, не совсем полезна? Очень поиск. Почему человек стремится подражать тому, кто, ну скажем так, не совсем полезен для общества? Или мысли, которые не совсем хорошие, они запоминаются надолго. Простой пример. Вот человек пошёл в магазин, в банк, не имеет значения, и увидел или услышал сценку. Всё хорошо было, он пообщался с одним, с другим, а тут кто-то с кем-то ссорился и о чём-то говорил. Эмоционально. Происходит что? Эмоциональное заражение. Этот человек возвращается домой или на работу, не имеет значения, и начинает пересказывать с теми же интонациями, с той же подачей. Почему? Простой вопрос. Неужели никто не задавался, скажем так, зачем ты это делаешь? Почему ты множишь зло? Ведь это же не добро. Так же и по телевидению у нас. Что нам показывают и к чему привычают? Разве к хорошему? Нет. И вот зло существует до тех пор, пока мы этому позволяем быть. Оно у нас в голове, в первую очередь. Если мы его уберём у себя с головы, так же, как и глупость, останется чистой и хорошей. Разве не так? В том числе и в отношении секса. Да, вот тоже есть такой вопрос от молодёжи, что молодой человек пишет, у него есть мысли, и, наверное, лучше быть целомудренным, как ангел. А если я сделаю глупость и займусь сексом, то, наверное, это будет моим полным духовным падением. Я немножко шутку вставлю сюда, чтобы разрядить эту глупость. Почему ангелы не занимаются сексом? Существуем бестилистами. Нечем. Нечем, правильно. Вот и весь ответ. Если бы у них было тело, они бы занимались физкультурой. Если бы были половые органы, они бы занимались и сексом. Ну и к примеру так. Что касательно этого человека? Вот он говорит целомудренным. Что подразумевается под словом «целомудрие»? Вот я понимаю, как это эксплуатируется в литературе. Да. А что вы понимаете под этим словом? Чистота. Чистота чего? Чистота внутренняя. Ведь само слово, оно говорит за себя. Это цельная мудрость. То есть человек, обладающий знанием, истинным, простым, как ты говоришь, чистым. И быть целомудренным, это не значит не заниматься сексом. Это значит обладать знанием. И не просто обладать им, а быть человеком знания, значит использовать эти знания по отношению к себе в первую очередь. Если он будет целомудренным, этот человек, то у него этих вопросов смешных не возникнет. И энергию ему не надо накапливать какую-то, он же не аккумулятор. Я не говорю, что секс не является источником энергии. Является. Даже с позиции физики банальные вопросы трения порождают свободный электрон, правильно? То есть, ну, вопрос в другом. Он способствует проявлению и как инструмент его использовали испокон веков для повышенного, скажем так, энергетического всплеска. Что с этим всплеском и с этой энергией делают люди, когда ими управляют, вот как вот этим молодым человеком банально, сознанием? Игорь Михайлович, вот Вы сейчас сказали про вот эти всплески, что они были и всегда порождались. И хотелось бы поговорить о том, что в истории известны случаи, когда были группы целомудренных людей, целомудренных девушек как раз-таки. И вот очень интересно, что Вы сейчас сказали, что целомудрие — это обладание знаниями. И как раз-таки говорится о таких группах в тошумерский период, как раз-таки описывается и то, что были у шумер сёстры Бога. Были… Я только хотел сказать, что и при шумерах были эти группы, существовали. Они существовали и, скажем так, и в последующем. Это нормально, это естественно. Вот в чём вот такая сакральная роль женщины для существования всей цивилизации, для общества? Женщины или женских групп? Это разница огромная. Ведь женщина сама по себе как индивидуум, она способна дать Жизнь. И бесспорно. Но группа, особенно если она открытая группа, имеется в виду, она работает на всех, она способна дать Жизнь всему человеческому сообществу, то есть всем людям. И разница здесь огромная. И в чём, как ты говоришь, смысл этих групп? Смысл в Жизни. В Жизни настоящей, которая приобретается ещё при этой Жизни, которая не конечна Жизни. Вот в этом смысл этих групп. Игорь Михайлович, вот мы подошли к такой теме, важной теме, на мой взгляд, для духовного становления общества — это теме женских групп. Потому что интересно, что в истории говорится о том, что во все времена на разных континентах, в разных религиях, даже, скажем, до создания религий были женские группы. И нам очень хотелось бы зачитать, ну, скажем, все зачитать моменты мы не можем, а можем зачитать более такие наглядные, наверное, примеры. Потому что очень бы хотелось, чтобы вы их прокомментировали для лучшего понимания, для чего были эти группы, для чего они создавались. Можно ли вам… Давай. Можно? Попробуем. Да, вот хотелось бы начать, что в священном тексте индуизма «Агнепурани» упоминается о восьми матерях и шестидесяти четырёх ягинях, которые являлись аспектами божественной женственности. И упоминается об их способности творить и разрушать миры. Также в Индии были такие девадаси, которые переводились «Дева», «Бог», «Даси», «Рабыня». Так называются девушки, которые служили божеству в Индии. И в результате обучения тела девадаси становились священными сосудами, через которые протекала чистая сила и энергия богини Лакшми. Я вставлю комментарий. Это современная трактовка «Рабыня Бога». Их никогда так не называли при их жизни. Они служили на самом деле. Служить и быть рабом — огромная разница. Есть рабы только у сатаны, у Бога рабов нет. Да. Также они были чувствительны к малейшим нюансам тонких вибраций. Они умели мастерски воспринимать мощные энергии незримых ландшафтов и влиять на них. Также считалось, что энергия девадаси обеспечивает поток благословений на всё Царство и на весь мир, на всё Живое. Вот тоже есть такие примеры. Это касательно женщин, которые проживали в землях Анаана. Это и современный Израиль, Сирия, Иордан, храмовых служительниц богини Любви, плодородия и сексуального экстаза. Кэтэш называли кэдэшами, и это слово означало всегда, что быть святыми. Но однако, когда приходит церковная власть, то она, естественно, вносит свои коррективы, искажает, и искажает как раз-таки все вот эти священные мистерии и древние знания прошлых веков, и теперь уже называют этих женщин блудницами, предательницами Бога Яхва. И как раз-таки… Я внесу корректировку небольшую. Ведь, ну, к примеру, Марию Магдалену на протяжении скольких веков называли блудницей, а потом извинялись за это. И почему? Но сознание зафиксировалось. И называли точно так же. Ведь борьба была за интересы организации всего лишь на усе, а не о духовном спасении людей. Но все вот эти группы, которые вы назвали сейчас, понятно, что их много было, но они, ну, являются, скажем так, отголосками первой группы, которая была в начале нашей цивилизации современной. Двенадцать тысяч лет назад она образовалась. И эта группа, вдумайтесь, шесть тысяч лет держала дьявола в узде. И на протяжении шести тысяч лет не было войн, не имел он власти здесь. Я говорю сейчас о сёстрах Аллат. И вот, говоря о сёстрах Аллат, или как их ещё называли небесные птицы, почему? Потому что они находились между мирами. Они не уходили в тот мир. Ну и назвать их земными жительницами тоже нельзя было. Да, у них были тела, да, они эксплуатировали свои тела. Но эксплуатировали для чего? Для того, чтобы как трамплин вот эти моменты отрыва, вот как ты в начале нашего разговора зачитывала, когда женщина получает всплеск, и они, отталкиваясь от него, уходили ещё дальше, заныривали ещё глубже, взлетая в высоту. И вот оттуда они приносили то, что давало мир и что давало жизнь. Всем, кто их чувствовал, кто их понимал. Я бы сравнил их, ну вот с банальным земным, для понимания людей. В Японии были женщины, но они ещё и есть, ама. Это ныряльщицы за жемчугом. Они очень глубоко ныряли, глубже, чем способны мужчины, и гораздо дольше пребывали под водой. И естественно, что они доставали самый крупный и самый дорогой жемчуг. И благодаря их способности община ихняя жила, потому что жемчуг дорого стоил, и это давало возможность им существовать. И вот здесь, это не совсем правильная параллель, но она даёт хоть какое-то понимание, в чём смысл вот этих женщин, используя в том числе и сексуальные практики. Но опять-таки относиться к этому как к сексу, привычному в этом мире, это глупо. Ну хотя со стороны, если кто-то посмотрит, ну что, женщины, занимающиеся сексом друг с другом, ведь мужчин у них не было. Вообще в подобных группах мужчина мог быть только в начале становления группы. И то он, его функция как раз была в качестве эксплуатируемого женщинами. Они его использовали как детонатор для взрыва. Ну извините за такую параллель, но по-другому это не назовёшь, всего лишь навсего. А в дальнейшем, когда группа формировалась, там мужских особей близко быть не могло. Потому что сама мужская энергетика, а это энергетика потребления, она была лишней. В чистоте, соединяясь, они как одно целое взлетали до небес и приносили то, что… Ну невозможно это описать словами. О каком жемчуге мы, или каких бриллиантах, или о чём мы можем говорить, сравнивая с тем источником силы, с той жизнью, которую они приносят. Ну опять-таки, да, они обладали огромной силой. И в одной из передач с тобой мы говорили о том, что сёстры Аллат могли равнины превращать в горы и горы в равнины. И это действительно так. Но это не основная их задача. Влиять на климат, остановить… Это не основная задача. Их основная цель — это держать дьявола возле и давать Жизнь тем, кто стремится. И вот здесь есть маленькая тонкость. Что значит, кто с ними, кто чувствовал и кто воспринимал, кому давать и как давать? Ну я опять отступлю на наше земное, для того, чтоб люди поняли. Потому что мы говорим сейчас о том, что мы знаем, ну людям, которые далеки от этого, это не совсем понятно. Вот представьте, дорогие друзья, вот вы вместе слушаете через наушники определённую мелодию, ритмичную, хорошую музыку. Естественно, невольно у вас появляется, вот как у девчат сейчас, движение в такт. Вы на одной волне, вы в определённом резонансе, которая исходит пусть через наушники, но это музыка. Она создаёт определённый ритм. Появляются естественно, что одинаковые чувства и ощущения, да? И подходит человек, который не слышит этой музыки, он не в резонансе с вами, но он слушает другую музыку. Скажем вы, мелодичную, хорошую, ритмичную, а он какую-нибудь грубую и жёсткую. Он будет резонировать с вами? Нет, он будет диссонировать с вами. Это огромная разница. И вот приведу ещё один пример для понимания этого примера. Берём радио, скажем так, я включил на определённой волне, вы включили на этой же волне, ну и вы, наши друзья, включили на этой волне. И вот мы вместе слушаем одну волну, мы также входим куда? В определённый резонанс. Мы объединены общим информационным полем на данный момент. У нас возникают мысли в определённом направлении. Да, от системы, шаблонно. Шаблонно, оно всем одинаково вкладывает почти. И если мы вкладываем своё внимание в какую-то тему, и здесь появляется человек, который слушает совершенно другую волну. Он нас поймёт? Нет. Нет. Также и в данном случае, для того чтобы понять, как это происходило, это когда люди действительно жили духовным, они были настроены на волну духовного мира, на Любовь, на настоящую Любовь, а не ту, которую мы обсуждали вначале, как Любовь к физкультуре, скажем так. Они действительно стремились к Богу. И вот эти дары, вот этот небесный жемчуг, который доставали сёстры Аллат, подобно ныряльщицам Ама, он был настолько бесценный, это настолько огромная сила, которая сокращала путь в разы для людей, идущих по этому. И каждая их практика, которая давала эти толчки людям, она чувствовалась этим сообществом. Ну естественно, люди становились сильнее, а система, она просто была бессильна. И здесь есть ещё один нюанс. Система крайне сильна. Система в данном понимании, я имею в виду, если религиозным языком сатана, дьявол или как бы Иблис, как бы мы его ни называли, это система. Но она сильна над индивидуумами, над группами людей. Но если всё человечество объединено одной целью духовной, он становится бессильным. Особенно, когда есть такие помощницы, как Птица Небесная. Это действительно замечательно. Но, с другой стороны, они продержали шесть тысяч лет, но в конечном счёте это тоже пришло к упадку. И вот здесь тоже хотелось бы немножко упомянуть, после того, как сёстры Аллат ушли, остались их помощницы. Пожалуй, немножко о структуре. Сестёр Аллат было двенадцать человек, это чтобы было понятно. И у каждой из них были помощницы. И вот эти пять помощниц, которые им были, они также составляли единую группу, вместе с сёстрами Аллат. Но те, кого мы называем сёстрами Аллат, они действительно были подобны птицам. Большую часть времени они находились между мирами. А их помощницы как раз помогали им существовать в этом мире. Ну вот простой пример. Насколько это важно, насколько это ценно, надеюсь, наши друзья поняли. Вот именно тот жемчуг, который они доставали, он бесценен. И представьте, вместо того, чтобы нырять за этим жемчугом, они должны были готовить себе кушать, стирать одежду. Ну банально, как вот в современном мире застилать-растилать постель. Как бы естественные человеческие потребности. Сколько времени это занимает в течение дня? Масса. А их время для человечества крайне ценно. И когда они не поставляли человечеству жемчуг, человечество банально беднее его. Ну я так, человеческим языком. Поэтому естественно, что у них были помощницы, которые делали за них эту работу. Они не обладали той силой, но они готовились к тому, чтобы замещать тех, кто не возвращался. Ведь это тоже было. Которые просто не прилетали назад. Тогда замещала одна из приближённых, достойнейшая. Так сформировалась вот именно структура этих небесных птиц, по-другому не назовёшь. Но после того, когда они ушли, когда дьявол был действительно повержен, остались Аладхиара. Это те помощницы, о которых вот я рассказывал. И в принципе они поддерживали этот огонь. Но огонь не в понятии «огонь в печи» или вот как вот говорят «женщина-хранительница очага», да? Это ж оттуда пошло, это говорилось о внутреннем огне, а не просто чтоб вот, как нам сейчас объясняют наши уважаемые историки, что женщина поддерживала огонь где-то в пещере, костёр, огонь был ценный, вот чтоб он не потух. Это смешно, поверьте. Говорилось как раз о внутреннем огне, о бесценном даре. И, возвращаясь к Аладхиарам, вот как раз эту функцию они взяли на себя. Но шли века, шли тысячелетия. И пришло к тому, что одна из руководительниц, старшая Аладхиар, она часто бывала со своими сёстрами в миру. Среди людей, как люди живут и тому подобное, была такая практика у Аладхиаров. У сестёр Алады это было недопустимо. А у Аладхиаров вот со временем они приобщились к миру, к людям. И естественно, произошло то, что произошло. Она уделила внимание много бытовым вещам, ну скажем там, красивым одеждам или ещё чему-то. Вложила своё внимание в банальное земное. Система на это отреагировала очень быстро. Она заставила её влюбиться в мужчину. Раз она влюбилась в вещи земные, значит у неё появился интерес земной. Естественно, она её соблазнила, подсунув мужчину. И она родила мальчика. А так как она уже была управляемая, то для неё весь мир свёлся к её чаду, к её сыну. И она наделила его властью. Вот это момент, когда матриархат закончился. И буквально через несколько столетий после этого, подчёркиваю, столетие – это чтоб было понимание, какая была инерция, заданная сёстрами Аллат. Через несколько столетий появилось одно из первых государств, в котором начали править уже последователи Эль. То есть те же самые слуги или рабы дьяволов. Так мир и стал цивилизованным. Печальная история, но… И вот заметьте, они, я имею в виду сестёр Аллат, они работали на всё общество в целом. А вот эти группы, о которых вы читаете, они работали на государство, скажем так, на какие-то общины, на ограниченное число людей. Были такие, которые работали на закрытые ордена, в буквальном смысле слова работали. Когда были сёстры Аллат, они даровали эту силу всем. А здесь, получается, было ограничено. И это немаловажно. Потому что те, кто могли войти с ними в резонанс, было ограниченное число. Да, они обретали определённые силы, получали пользу от этого. И слава Богу, что были такие группы, которые смогли давать эту силу хотя бы небольшому количеству людей. Но, к сожалению, не всему миру. А когда какая-то группа закрыта, она конечна. Поэтому они и заканчивают. Игорь Михайлович, когда-то несколько лет назад Вы нам рассказывали о Софиевской группе. И тогда мы, конечно, записывали то, что Вы говорите в свои дневники. Да. А сейчас, если Вы позволите, можем ли мы зачитать вот эти ценнейшие сведения для всех людей то, что… Попробуйте. Ну право на редакцию этой передачи всё равно я оставил за собой. После того, как в 1114 году под бывшим храмом Богородицы на горе Мариа группа людей под руководством так называемого «белого монаха» обнаружила артефакт, который дал им неописуемый духовный всплеск и чистое знание, ими был организован так называемый «Орден рыцарей-темплиеров». Основной целью этих рыцарей было служение миру духовному и людям. И когда орден начал разрастаться, они создали во внутреннем круге так называемую «Первую» или «Софиевскую группу», которую также называли «Мариевской» в честь Марии Магдалены. Она состояла из 12 женщин и являлась секретным источником духовной силы рыцарей, которые были посвящены в это таинство и находились в постоянной духовно-чувственной связи с этой группой. Конечно, это давало им огромное преимущество над их врагами и сделало этот орден столь могущественным. Но их проблемой было то, что они были зациклены сами на себе, то есть орден был закрытой организацией, а значит, конечной. Рыцари это прекрасно понимали, но из-за страха утратить могущество не спешили раскрываться для всех людей, поэтому и тянули, как говорится, до последнего. Ну а когда это последнее начало подступать, они решили, прежде чем раскрывать орден, привести свою самую секретную часть, дающую им силу, Мариевскую группу в соответствии с древней группой сестёр Аллат с 12 небесных птиц до 72. Конечно, это было правильное решение, но слишком запоздалое. Дьявол ведь не дремлет. А создание подобной группы требует много времени. Несмотря на то, что под покровительством рыцарей были и женские монастыри, и с желающими войти в эту группу проблем не было. Но для того, чтобы воспитать и научить летать ныряя, даже имеющих потенциал, нужны коды. Да и богоборцев никто не отменял. А это означало потерянное время. Были те, кто не мог дотянуться до небес, и они также покидали группу. Правда, некоторые потом возвращались после индивидуальной работы над собой. Но это же ведь не все. А богоборцы — это вообще зря выброшенное время. Ведь когда женщина входила в группу, она прежде всего должна была победить в себе диктатуру демона в голове, преодолеть собственный эгоизм и гордыню, прочувствовать группу и войти с ней в резонанс. Но когда претендентка имела земные привязки, то, что здесь ей в этом миру гораздо дороже, чем мир духовный, или же непреодолимый эгоизм, порождающий зависть к другим вместо любви, то такие особи начинали диссонировать с группой. Да и демоны в их голове усиливали сомнения в том, чем они тут занимаются. Да и в действительности, что может увидеть человек земными глазами? Группу женщин, которые только занимаются сексом друг с другом, да духовными практиками. Ведь духовные глаза у богоборцев прикрыты демонами, и они не могли увидеть, как в мире невидимом, словно птицы небесные, парили вне тела эти женщины. Вот видимое земное и порождало в их мыслях сомнения. А как известно, один из стражей на духовном пути — это сомнение. И если человек не смог его преодолеть практическими занятиями и изучением, как система через мысли им управляет, как вкладывает мысли и заставляет человека их принять за свои, то пред таким человеком, управляемым дьяволом, врата райские закрыты. Естественно, что такие люди становятся богоборцами. Ведь они являются марионетками дьявола, а он и есть главный богоборец. И вернувшись в обитель, они начали сеять сомнения в головах других женщин. А как известно, богоборцы ленивы в служении Богу, но активны в служении сатане. Они, словно серийные маньяки, испытывают внутренний дискомфорт, с которым не способны справиться, пока не собьют кого-нибудь с пути духовного или же не посеют сомнения, подобно смертному вирусу. Но помимо служения дьяволу их объединяет еще и страх. Страх пустоты, подобно черной бездне, впереди их. Они бывают и веселы, и активны, но только пока находятся среди людей. Но когда остаются одни, они утрачивают покой внутренний. Холод и пустота — их вечный спутник. Но их стараниями и глупостью, распространяющейся среди женских общин, претенденток становилось меньше. И тамплиеры смогли набрать лишь 33 вместо 72 истинных служительниц до того, как система отреагировала в полном объеме, полностью уничтожив орден. Все 33 птицы небесные взлетели и больше не вернулись на землю. После чего их последовательницы стали носить с собой 33 жемчужины, нанизанные на нить. Каждая из этих жемчужин имела имя в соответствии с именами ушедших небесных птиц. И перебирая каждую жемчужину, они поминали по имени каждую из птиц небесных, прося их взять к себе. Конечно же, если бы рыцари успели бы создать полную группу, то мир бы изменился еще тогда. И, конечно же, сейчас хотелось бы сказать, наверное, все-таки коснуться и вернуться темы богоборцев. Привести такой еще один очень знаковый пример. Пример того, что испытывают люди, предавшие Бога. Потому что… Пустоту. Я бы хотела зачитать письмо, которое продиктовано одним, скажем так, знаменитым богоборцем, своему наставнику, своему партнеру. Почему продиктовано? Потому что он, скажем так, так и не научился писать, но создал, скажем, трансатлантическую корпорацию. Без имен. Да, без имен. Дело в том, что так случилось, что наш участник, он имеет просто доступ к архивам этой корпорации, и он нашел это письмо именно там, где вы указывали. И он смог его сфотографировать и перевести для нас. Правда, перевести на английский язык, но мы уже сделали перевод на русский язык. Я, безусловно, зачитаю без имен и только в контексте и в рамках той темы, о которой мы говорим. Это будет отрывок… Без первой части письма, надеюсь, да? Скажем, это будет отрывок лишь вот этого отчаянного откровения вот этого человека, которое стало последним в их общении. «Ты усилил мои сомнения в нём, говоря, что всё, что он говорит, — неправда. Ты спрашивал меня, что я получил, идя за ним. Ты спрашивал, разве получил я ту славу и уважение, которое люди высказывают ему? Ты говорил, что я такой же, как и он, а он такой же, как и любой другой из той толпы людей, которым он рассказывает то, что и так всем известно. «Ты заставил меня ревновать и возненавидеть его. Ты сказал, что мы сможем дать людям гораздо больше, чем он. И я поверил тебе. Но когда я был с ним, я чувствовал покой впереди меня. Да, я не ценил этого, потому что имел это. Да, я многого не понимал из того, что он говорил, и во многом сомневался. Но я был живой. Живой до тех пор, пока не предал его и не пошёл за тобой. Теперь же я боюсь оставаться один. Меня терзает внутренний страх. Страх — это всё, что теперь есть у меня. Я чувствую теперь только то, что у меня впереди чёрная бездна, которая втягивает меня. Я чувствую, что как будто стою на краю скалы, и подо мной чёрная пропасть, и что-то толкает меня в неё. Я чувствую, что остался один шаг, всего лишь один шаг, и я буду падать в неё вечно. Теперь я знаю, лжец — это ты, и я проклинаю тебя. Безусловно, судьба этого человека, она не требует излишних комментариев, потому что это, в принципе, типичный пример того, что в конечном счёте пожинают люди, предавшие Бога. Система ловит их именно на сомнениях. Но что интересно, ведь именно эти сомнения система вкладывает в голову людей, как шаблонные программы от сознания. Да. На первых этапах, особенно первых шагах на духовном пути, система всегда вкладывает человеку сомнения, что ты не сможешь, ты ничего не достоин, ты не… Вот ты никто. Или когда человек испытывает вот этот всплеск внутренней радости, настоящей Любви, или начинает испытывать это тепло, исходящее от его Души, и сознание ему рассказывает опять-таки, что всё это не то, это всё временно, или тебе показалось, вплоть до того, что те же демоны в голове, как говорится, они начинают говорить, вот как в этом примере из-за этого человека, кстати, это абсолютно реальная история. И сознание может вкладывать, что это не так. Так, ребята. И заставляет сомневаться во всём, и в Боге, и в себе, и во всём остальном. Но она, зараза, настолько лжива, извините за такое слово, но по-другому не назовёшь, потому что в действительности вот эта система, она как зараза распространяется от одного к другому, особенно когда вот в богоборстве в таком, или распространению глупостей, или ещё чего-то. Но что за этим стоит в действительности? Всего лишь желание системы не упустить своего раба и своего стойла, не больше. А люди слушают и сомневаются. Но о чём говорит первое правило на Духовном пути? Система тебе говорит, ты не можешь, смейся и не слушай, и никогда не поддерживай этой мыслью, а переступай и иди. Сможешь, сможешь, друг мой, это легко. Система тебе говорит, ты ничего не чувствуешь. Это оно ничего не чувствует, и оно пытается ассоциировать себя с тобой. Почувствуешь, если откроешься. Просто нужно настроиться на правильную Духовную волну, как радио. И тогда ты будешь резонировать со всеми остальными. Тогда ты будешь резонировать с Миром Духовным. Это невозможно не почувствовать. Но система тут же тебя отвлекает от этого радио и говорит, а интересно, что там на другой, послушай новости, пойди туда, сделай это. Иди, слушай новости, но радио не выключай. И тогда всё будет в порядке, если оно будет у тебя внутри. Тогда ты не заблудишься и не потеряешься в этом мире. И кто бы тебе что ни говорил. Ведь люди, вот эти особенно богоборцы, ну и там, они не достойны вообще внимания. Ну что можно? Ну просмеяться просто в лицо. Вот если бы этот человек просмеялся своему этому наставнику и не предал бы, как остальные. Ведь все остались верны, кроме… Ну Бог с ним. Каждый пожинает своё. И это высшая справедливость. Бог даёт абсолютную свободу человеку. Даёт право. Право выбора — жить или умереть. Быть другом, быть частью Мира Духовного, стать Ангелом, одним из них. Или оставаться рабом у сатаны. Это ты выбираешь друг друга. Никто другой. Никто не может тебя заставить умереть, если ты хочешь жить. Но и никто не сможет заставить тебя жить, если ты хочешь умереть. И это правда. Игорь Михайлович, возвращаясь вот к истории тамплиеров, получается, что безусловная система… Их беда была в том, что они были замкнуты. Действительно, и вот мы буквально перед этим и говорили. Ну в принципе рассказываем об одном и том же. И если бы они раскрылись изначально для людей, когда набрали могущество, или хотя бы не побоялись набрать полную группу, что ими руководило? Опять-таки, несмотря на то, что они действительно были высокодуховные, они для людей столько, сколько они сделали для человечества, но ни одна организация, ни один ордень не сделала. Все последующие жили для себя, а они жили для людей. И в них действительно, несмотря на то, что они обладали огромным богатством, которое они тратили на людей, каждый из них не обладал ничем, кроме чести, свободы, братства и внутреннего огня, который дарила им как раз та же Мариевская группа. А им ничего другого, и не надо было. Зачем что-то мелочное, земное, когда есть большее, когда есть настоящее? Но интерес организации, он всё равно продолжал доминировать. И чтоб было понимание, если бы они расширили группу и довели до 72-х, то ни о какой организации, ни о каких тамплигерах бы речь уже не шла. Да, дьявол был бы побеждён тогда ими, но та инерция, которую они набрали, создавая в абсолютной секретности свой орден, который потом обрёл могущество, обрёл славу, первичный толчок благодаря как артефакту, «Спасибо, культурно» называли. Конечно, он породил в них огромную духовную силу, но они всё равно вот поступили немножко не по-человечески. Не надо было закрываться. И дьявол был бы давно порабощён. И не было бы того, что сейчас. Ведь были цивилизации, в которых было и такое. Ну а так они, конечно, не успели. Они просто не успели создать гробу, которая могла бы противостоять системе, когда система на них ополчилась полностью. И она заставила своих марионеток. Ведь система действует очень просто. Это не значит, что приходит какой-то там чёртик, как его рисуют там, с рожками, с хвостиком и с вилами и разгоняет их. Не, приходят люди. Ведь дьявол действует через ваше сознание и через сознание других людей. Он вкладывает им нужные мысли, и они действуют, как марионетки её. Так же и в то время папа вместе с королём. Им вдруг захотелось много денег, которым обладали тамплиеры. Ну и… А вдруг ничего не бывает? Случайности они случаются. Они кем-то планируются. И для чего-то они нужны, когда касается таких вопросов, глобальных вопросов. Ага. Но интересно другое, что история тамплиеров, она ведь имела продолжение. Имела продолжение не только в последовательницах. Кстати, вот интересный тоже момент. что в действительности 33 бусинки на чётках, они имели свои имена, каждая бусинка. А потом это забылось, и люди сейчас даже не помнят истории, зачем. Ходят, перебирают. Кто-то просто балуется, чтоб, как говорится, чем-то быть занятым. Но были и те, которые создали с точностью да наоборот сообщество. Если тамплиеры, они были свободными каменщиками, то после них были созданы организации, тоже тайные ордена, даже не один, вольных каменщиков. И самое печальное, что они создали такое зеркальное отражение, или, как говорят, «отражение в тёмном зеркале». Наподобие Мариевской группе они создали группу чисто мужскую, и называлась она как раз именем, не названным сегодня. И эта группа, она давала также силы, но антиаллатовские. Она давала ораторские способности, грубую злую силу. И эти воины, вот этих закрытых групп, они действовали подлостью и хитростью, ложью и обманом. Но тоже добились, скажем так, своих результатов в этом трёхмерном мире, с земными мерками. Но этот мир заканчивается. Я уже не говорю о человеческой жизни. Игорь Михайлович, вот Вы сейчас сказали… Это бессмысленно. Вот Вы сейчас сказали как раз-таки про вот эти силовые мужские группы, в которых, скажем, практиковалось мужеложество. Мужеложество, да. Скажите, а вообще вот это явление такое, как гомосексуализм в современном обществе, мужеложество. Что это за явление такое, которое… Ну это просто распиарено, опять-таки, и с подачи и тех, о таком я только что рассказал. Ведь легче запрятать, скажем так, свою соломинку в стоге сена, правильно? Ну если касаться вообще гомосексуализма как темы… Ну сейчас многие просто… мода, а люди подражают, ну как мы говорили, выделиться из толпы подражания, об этом много пишут, много рассказывают, это лоббируют, уже принимают законы. Ну многие на такой вот волне и попадают туда. А в действительности есть те, кто, находясь в мужском теле, чувствует себя женщиной. Ну это при активности субличности, которая в бытность своей жизни была женщиной. Но она активна, и она подавляет новую Личность, вот даже мужскую Личность в новом теле. И тогда человек чувствует себя женщиной. И ему неприемлем секс с женщиной, а вот тянет на мужчину. Это и есть такое. Активная субличность. Тоже интересно, что… Совершенно как. Я вот хочу сказать, извини, перебью, потому что возникнут вопросы сразу, «Хорошо, это плохо, ребят». Ну это никак, это физкультура. Поэтому… Это вообще ничего не касается. Касаемо парадокса в современном обществе, в последние годы наблюдается такая тенденция по всему миру, как снижение сексуальной активности среди людей. И этот феномен, он получил название «синдрома целебата». И вот ещё несколько лет назад социологи зафиксировали снижение интереса молодых людей и к браку, и к интимной близости, вплоть до полного отрицания такого. Да. И вот интересно, что у них даже в голове не возникает сексуальных картинок, и на них вот эта вот реклама, даже сексуальная, она не влияет. Не действует. Конечно. Но причина этому, она одна. И я даже вот ещё немножко добавлю. Последнее время, ну тоже, скажем, лет десять, вот так, наблюдается во всём мире, но об этом пока молчат и не говорят. Но наблюдается такая тенденция, что детки начинают позже разговаривать, немножко позже развиваться, чем было десять лет назад. Пока об этом не говорят. Но скоро подымется этот вопрос, и об этом начнут много говорить, и появится много оправданий. Начиная от ГМО, генетически модифицированных продуктов и тому подобное, и заканчивая банально, вот Wi-Fi, скажем там, опять-таки сотовая связь, мол, это влияет, поэтому мозг с задержкой. А потом детки развиваются, и они догоняют своих сверстников и незаметно. Но в чём причина? Причина в том, что вторичное, ведь первичное сознание развивается нормально, они нормально кушают, ходить начинают практически быстрее, чем разговаривать, скажем, и тому подобное. Но вторичное сознание, оно отстаёт в развитии по сравнению с теми детками, которые были вот десять лет назад и дальше. Это… вот эта асексуальность, которая развивается, и вот эта отсталость развития вторичного сознания, оно говорит для тех, кто знает о действительно страшных и серьёзных вещах. Это говорит об экономии системы своей силы. Вот сама система начинает накапливать энергию. Ведь она очень много энергии тратит на развитие вторичного сознания. Оно окупается потом вторицей. Но для того, чтобы оно начало окупаться, а это начинает окупаться уже где-то после первичного всплеска у ребёнка, это пять-шесть лет, до этого она практически кормит его. Она развивает, ну она диктует, она порабощает Личность, это понятно, но окупается она уже гораздо позже, а особо начинает окупаться после второго всплеска. Это возраст одиннадцать-пятнадцать лет. Поэтому оно перестаёт вкладывать, оно экономит. Также мы вот разбирались сегодня, что секс в голове — это опять-таки постоянные вкладки от системы. Но если человек уже порабощён, если он буквально раб, зачем ему эта поддержка? Ведь это огромные затраты. Поэтому система начинает экономить и на этом. Человек и так уже раб, он никуда не денется, он вкладывает силу своего внимания, свои эмоции и всё остальное уже в обычные. Вот в гаджеты, в игры, куда угодно. Но это очень серьёзная тенденция. Это говорит о конце времён. Интересно, что ведь именно о конце времён и говорилось. Во всех религиях, во всех священных писаниях говорилось о том, что наступят эти времена и о том, что в каждой религии называлось по-своему, кто придёт, что придёт посланник от Мира Божьего в те последние времена. В частности, в индуизме, в вишнуитских писаниях говорили о том, что придёт калки-аватар или аватар белого коня, который будет последним воплощением Вишну, праведного и истинного на белом коне, который придёт в последние времена. И что отмечалось, что этот период привнесёт обновление творения и восстановление чистоты, что души живущих в конце эры калки пробудятся и станут чистыми, как хрусталь. Но любопытным был также тот факт, что описывают, каким образом заканчивалась каждая из вот этих эр, из этих юг. Говорили, что Земля изменяет при этом каждый раз свой внешний облик, затопляя одну систему континентов и поднимая другую. В буддийских сутрах говорится о пришествии Майтреи. В конфуцианских текстах также есть информация, где говорится о явлении истинного человека, который установит на Земле всеобщий мир. Имам Махди — мусульман, утешитель в христианстве. В Откровении Иоанна Богослова есть информация о том, что придёт всадник на белом коне, который облечён в одежду, обогрённую кровью. Он называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. В общем, получается, что во всех… Кто-то придёт и что-то за вас сделает. Именно так даёт надежду сознание людям, такую надежду даёт. Это… конечно. Говорится это всё об одном и том же, но сознание вмешалось и здесь. И всё это рассказывается о том, что да, придёт кто-то, как бы его по-разному ни называли, но это одно и то же лицо, скажем так. Но дело в том, что он всего лишь флаг. И вот под какой флаг люди станут, то и будет. Люди должны сделать. Это мир людей. И люди должны выбрать, жить им или умереть. Стать частью Мира Духовного или оставаться рабами. Ведь это действительно так. Никто за них этого не сделает. Как может кто-то прийти и заставить, тем более посланник от Мира Духовного, который придёт и нарушит самое основное, нарушит Слово Бога? Это немыслимо. Ведь Бог сказал, что человек свободен, и он вправе выбирать. Правильно? Я не говорю, что он не придёт. Он придёт. Да. Но это всего лишь флаг. А изменить мир люди должны вы сами. Если хотите. А если не хотите, ничего не меняйте. На самом деле нейтральных людей уже нет. Все служат, даже если не знают о том, что они служат. Но кто-то служит сатане, а кто-то служит Богу. Вопрос лишь в том, кому служишь ты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok